Друзья, всем большой привет! Помимо разбора ОГЭшных задач, также хочу разобрать всю вторую часть ЭГЭ в профильной математике. Потихоньку буду снимать разбор задач из этой книжки. Постараемся все с вами 36 вариантов до конца учебного года добить. И эта серия видео начинается, безусловно, с самой первой задачи во второй части профильной математики. Это у нас номер 12. Раньше он был номер у нас 13. Да, в этом году экзамен очень сильно поменялся. Расскажу свои мысли по этому поводу в конце этого видео. И давайте мы сразу вместе с вами приступим и разберем самый первый вариант. Номер 12. Это у нас тригонометрическое уравнение, хотя иногда бывает и показательное, иногда бывает смешанное. То есть может быть тригонометрия вместе с показателями или даже логарифмическое. Но здесь у нас уравнение тригонометрическое. 2 синуса в кубе пи плюс х равняется выражению 1 вторая косинус х минус 3 пи на 2. Ну, в принципе, пока все очень даже в классическом стиле. Мы видим то, что здесь и здесь у нас две формулы приведения. Давайте начнем с синуса. Обратите внимание, что здесь у вас синус в кубе. Что такое синус в кубе? Это синус, умноженный на синус, умноженный на синус от вот этого аргумента. Третья степень. Можно на самом деле понимать вот эту формулу приведения и не таким объяснением, как я сейчас вам расскажу, но тем не менее. Третья степень. Если у нас положительное число возводится в третью степень, то у нас останется положительное число. Если мы отрицательное число возводим в третью степень, то у нас будет отрицательное число. Почему так? Потому что степень нечетная. Если будет степень четная, то всегда будет получаться положительное число. Именно поэтому мы просто узнаем, какой будет синус от π плюс х, и значит синус в кубе будет с таким же знаком. Давайте мы вместе с вами отдельно выпишем синус π плюс х, каким у нас будет. Для того, чтобы мы решили эту формулу приведения, мы можем ее посчитать в два шага, да, нам нужно рисовать окружность и посмотреть внимательно первым делом на известные нам значения аргумента. π плюс х, π нам известны. π это целое число, поэтому функция синус у меня какая была, такая остается. Если бы у меня здесь было, например, дробное, ну имеется в виду деленное на 2, потому что если у вас тут будет находиться π деленное на 3, π деленное на 4, то это уже нельзя считать как формулу приведения, это уже нужно считать по формуле синус суммы. Кстати говоря, по-моему, 3 года назад, или 2 года назад, 3 года назад на экзамене по профильной математике, когда ребята пришли, увидели вот здесь вот выражение, что-то из разряда синус π на 3 плюс х, и большинство подумали то, что это формула приведения, и они допустили очень грубую ошибку и посчитали это как формула приведения. Из-за этого задача дальше очень красиво решалась, там все выносилось за скобки, сокращалось, получали красивый ответ, выполняли букву b отбор корней, думали все четко, все классно, а на самом деле у них ошибка в самой первой строчке. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны и отличайте формулу приведения от формулы синуса суммы разности, косинуса суммы разности. Если вдруг вы не знаете, то на самом деле это можно тоже считать по формуле синус суммы. Формула приведения это просто способ, это частный случай, да, который можно решать быстрее. Быстрее, то есть два шага. Первый шаг смотрим на π. Целая, остается такая функция. Второй шаг смотрим на знак. π плюс х, здесь находится π, прибавление угла у меня против часовой стрелки. Попадаем мы с вами в третью четверть и смотрим по старой функции. Здесь у меня функция ими не заменилась, но даже если поменяется, всегда по старой. Синус здесь какой? Отрицательный, значит будет минус синус х. Значит синус в кубе будет минус синус в кубе х. И давайте сразу второе посчитаем. Косинус от х минус 3π деленное на 2. 3π на 2, дробное, да, делится на 2, поэтому меняется у нас на синус, просто х, но надо еще проверить знак. Где находится минус 3π на 2? Вот здесь, да, то есть х минус 3π на 2, то же самое, что и минус 3π на 2 плюс х. Мы здесь находимся и мы прибавляем, то есть попадаем в эту четверть. Эта четверть у нас вторая, у функции косинус она принимает также отрицательный знак, поэтому у меня будет минус синус х. И вот теперь давайте мы вместе с вами перепишем наши условия уже с вот этой обновленной информацией. Минус 2 синуса в третьей степени х равняется 1 вторая, косинус меняется на минус синус, то есть минус 1 вторая синус просто х. Теперь мы вместе с вами давайте все перенесем, например, в левую сторону или все перенесем в правую сторону, не так важно, да. У нас получится 2 синуса в кубе х минус 1 вторая просто синус х, равно это все выражение нулю. Мы здесь давайте домножим все на двойку, мы получим здесь тогда 4, а здесь тогда получим просто единицу. И теперь мы синус вынесем просто за скобочку. У нас останется 4 синуса в квадрате х минус 1 равно нулю. Произведение когда равно нулю? Когда хотя бы один из множителей равен нулю. Синус х равно 0, одно решение. Синус х равно, ну как бы, синус в квадрате х равно 1 четвертая. Значит, берем арифметический квадратный корень, получается синус х равно 1 вторая, и получается синус х равно минус 1 вторая. Три простейших триггентрических уравнения решаются у нас. Ну давайте по окружности все три мы вместе с вами и решим, для того, чтобы заодно вспомнить, где находятся какие оси и как это считается. Синус, синусы летят наверх, всюду магия и свет. То есть вот наша ось, вот здесь находится нолик, вот тут минус 1, вот здесь находится 1. Проводим перпендикуляр нашей, соответственно, оси, и получаем две точки пересечения на оси градусов. Это ось градусов, ну или радиан, неважно. И мы получаем то, что х у меня будет равняться просто значение pn, где n у меня принадлежит множеству целых чисел. Синус х равно 1 вторая. Опять синусы смотрят наверх, тут 1, минус 1, 0, вот тут 1, значит 1 вторая где-то между 0 и 1. То есть вот эта точка и вот эта точка. Давайте вспомним, чему равны вот эти отклонения. Мы с вами также можем понять то, что синус х равно 1 вторая, это табличное значение. Синус 30 и 1 вторая, либо синус π деленное на 6 радиан. То есть π делить на 6 это расстояние от этой точки до сюда, от этой точки до сюда. Значит эту точку давайте возьмем как 0 радиан, а эту точку возьмем как π радиан. Значит вот этот корень самый первый, давайте, ну первый имеется в виду порядковый, 0 плюс π на 6, то есть получается у нас π делить на 6, и именно этот корень повторяется ровно через оборот, поэтому мы прибавляем 2πn, где оно мне принадлежит множество целых чисел. Вот этот корень называем вторым. π и мы идем в обратную сторону по часовой стрелке, то есть мы вычитаем π минус π на 6, это будет равно 5π деленное на 6. Надеюсь вам там видно, снизу очень неудобно писать. Но у нас получается вот такие вот два корня именно вот здесь. А теперь давайте обратим внимание на синус х равно минус 1 вторая. У меня проходит минус 1 вторая вот здесь, потому что здесь нолик, здесь минус 1, здесь 1. Синус у меня это вот такая вот вертикальная ось, значит получается вот эта точка и вот эта точка. Чему равны вот эти отклонения? Да, ровно тому же, что и на предыдущем рисунке нашем. π на 6, π на 6. Значит как мы найдем эти значения? Вот это значение и вот это значение. Ребят, я если честно сейчас не буду записывать. Почему? Потому что мы можем заметить интересный факт. У нас вот эта точка и вот эта точка. Давайте на отдельной окружности вам их покажу. То есть вот у нас точка, вот это вот расстояние у нас получается π на 6. И ровно ей противоположное вот здесь это расстояние тоже π на 6, да? То есть эти уголки можно сказать у меня равны. Не можно сказать, а так и есть. То есть давайте мы эти две точки объединим и запишем вместе. Это будет π на 6 просто плюс π. Почему? Потому что следующая точка повторяется ровно через π. То есть через 180 градусов, через π радиа. Следующая точка тоже повторяется ровно через 180. И наверное вы догадались, то что с вот этим вот значением в четвертой четверти и с этим значением можно поступить точно так же. Потому что они очень, но они противоположны друг другу. И значит мы вместе с вами, если хотите, можно записывать ответы отдельно. Вот это х равно π, n, n принадлежит z. Для этого уравнения π на 6 плюс 2π, n, 5π на 6 плюс 2π, n. Отдельно для этого минус π на 6 плюс 2π, n и 7π на 6 плюс 2π, n. Но вот эти вот две пары корней можно соответственно объединить, да? И получить просто два уравнения, в котором мы сразу все эти корни назовем. И на экзамене в конечном итоге, если вы запишите вот такой ответ, то у вас тоже все будет правильно. π, n, π на 6 плюс π, n, 5π на 6 плюс π, n. Буква мы решили, давайте посмотрим внимательно на буквку b. Интересный у нас промежуток. А, нет, неинтересный, я думал он очень у нас большой. От минус 7π на 2 до 5π на 2, а он до минус 5π на 2. Это небольшой промежуток. Давайте мы решим с помощью окружности. Запомнили корни. И с помощью окружности постараемся вместе с вами сейчас быстренько это все реализовать. На экзамене, когда вы будете писать буквку b, обязательно подпишите, что отберу корни с помощью окружности. Вам, наверное, сейчас очень сильно доска отсвечивает, но я надеюсь то, что быстренько подсохнет все и будет хорошо видно. Так что чуть-чуть потерпите, да? Я так, наверное, долго буду дуть. Ваня будет дуть, дуть будет Ваня. Решаем буковку b. Рисуем какую-нибудь вот такую окружность. На яйцо пасхальное похоже. Ну ладно. Значит, у нас промежуток от минус 7π деленное на 2 до значения минус 5π деленное на 2. Когда мы с вами дыраем корни на окружности, нам нужно первым делом понять вообще, что за промежуток у нас такой. И очень часто мне, кстати, спрашивают Ваня, как находить вот такие вот значения быстро, да? Если там минус 3π, минус 33π или минус 1020π. Понятно, где находится? Здесь нечетный, здесь четный. То что делать с такими значениями? В принципе, по той же логике можно также это понять. Но если у вас небольшие отрицательные значения, то можете запомнить вот такой лайфхакт. По окружности можно ходить. Здесь 0, здесь 1π на 2, здесь 2π на 2. Ну то есть 2π на 2 то же самое, что и π. Здесь 3π на 2, 4π на 2, 5π на 2, 6π на 2, 7π на 2, 8π на 2 и так далее. И точно так же в отрицательную сторону. Давайте проверим минус 7π на 2. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 7. Безусловно, на экзамене будет очень смешно. Но если вы будете вот таким вот образом определять, да, дадут вам какой-нибудь минус 21π на 2 и будете определять. По-другому как это можно понять? Минус 7π на 2 это, ну мы точно понимаем, что минус 3π и еще вычли 1 вторую π, да? Минус 3π и еще вычитайте минус 1 вторую π. И вот, соответственно, точно так же. Находим минус 3π и еще вычитаем, а вычитание у нас идет вот в эту сторону, в эту сторону прибавления. Вычитаете, то есть переходите вот сюда. Можно вот таким способом понимать, можно ходить по кружности непринципиально. Давайте дойдем и найдем минус 5π на 2. Она находится у меня вот здесь. И у нас всегда промежуток идет от меньшего к большему. Ну почему? Давайте возьмем промежуток от 1 до 5. Вы же никогда не будете писать промежуток от 5 до 1? Ну как-то нелогично. Всегда берется от меньшего к большему. То есть мы к этому значению прибавляем какой-то, а прибавление это движение вот сюда. То есть вот обязательно нужно нарисовать вот такую вот дугу. Мы с моими учениками называем ее дужкой. Вот, я еще об этом буду много раз говорить, я уверен. Но вот можете запомнить таким образом. И после того, как мы все это сделали, нарисовали нашу дугу, обозначили одну точку, другую, надо написать реперные точки. То есть промежуточные. Было минус 7π на 2. Следующее будет минус 3π. Минус 3π. После этого мы вместе с вами, к сожалению, нет мелков другого цвета, поэтому будем белое на белое различать. Должны вспомнить, где у нас были точки. Так, где наши были решения в букве А. Ну у нас была вот тут точка, ровно ей противоположно вот здесь точка. Была вот тут, ровно ей противоположно где-то вот тут. И еще было πn. То есть вот это и вот это. Да? И смотрите, есть такой прикольный способ проверить, правильно ли вы посчитали или не посчитали буковку B. Нужно посчитать количество точек пересечения или касания вот этих вот ваших радиусов, которые мы сейчас провели, да, в центр. Ну мы как бы провели диаметр, но вот радиусы считайте. До количества пересечения радиусов вот этой вот нашей дуги, нашей дужки. Сколько получается? Вот он первый. Вот он у нас получается второй. Вот он третий. Поэтому вот наши три корня. И мы уже точно знаем, какое количество корней будет в букве B. Давайте их найдем. Вот тут нам как раз и пригодятся наши отклонения. Вот эти, которые мы вместе с вами нашли в предыдущем пункте. π деленное на 6. У нас там точно была 1 вторая? Была 1 четвертая. Мы брали квадратный корень. Да, у нас 1 вторая. 1 вторая это синус у нас был. Проверяю на всякий случай. Да, у нас переходило это все в синус. Все правильно. π деленное на 6. Значит, какими же будут наши значения? Мы берем из минус 3π, вычитаем π на 6. Почему минус 3π? Потому что, ну как бы, вот наша точка, вот наш идет промежуток. Ну, давайте, во-первых, во-первых, чтобы было попроще. Второе значение мы точно знаем, что это минус 3π. Первое значение мы только что проговорили то, что это минус 3π. И вычитаем минус π деленное на 6. Это получается минус 19π делить на 6. Почему я это определил так? Потому что я привел 3π и π на 6 к общему знаменателю 6. 3π это 18π на 6. Значит, минус 3π это минус 18π на 6. Минус 18, минус еще раз, минус 19. И мы теперь по такой же логике идем в эту сторону, только прибавляем и находим третье значение наше в букве B. Минус 3π прибавляем π на 6. Минус 18π на 6, плюс π на 6. Минус 17π деленное на 6. И вот мы определили корень номер 1, корень номер 2 и корень номер 3. И легко решили нашу задачу. Вот. Примерно получается как-то так. Хотел на всякий случай сказать. Если вы не привыкли к окружности, вы, ну, скорее всего, так это и есть, вы не любите по ней работать, мой совет, учитесь. Потому что окружность на самом деле дает понимание вам, ну, чуть ли не всей тригонометрии, всей школьной 100%. Поэтому, пожалуйста, понимайте окружности. Это пригодится для отбора корней, это пригодится для нахождения, там, для решения каких-то простейших тригонометрических уравнений. Это очень сильно пригодится, когда у нас попадутся уравнения с областью допустимых значений. Потому что вот эти ваши формулы, минус 1 в степени n, что-то, 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 какие-то там арки, это классно, это здорово, это быстро, но, скорее всего, вы не понимаете, почему это так берется. А будете знать окружность и поймете суть вот этих вот всех значений. Это, если что, взято из формулы решения тригонометрической простейшей функции. Вот. Поэтому, пожалуйста, понимайте окружность, приучайтесь к ней, задавайте вопросы. Букву B, не спорю, можно отбирать и неравенством, спокойно. Но арки вы неравенством не отберете. Нужна будет в любом случае окружность. И арки, в принципе, без окружности вы не поймете. Поэтому просто даю вам совет, как есть. Если хотите быть спокойным на экзамене за эту задачу, понимайте окружность, задавайте вопросы, я обязательно помогу. Если хотите, могу даже записать видео, которое будет касаться конкретно тригонометрической окружности. Я буду рассказывать там все самое нужное для того, чтобы, ну, как бы разобраться в тригонометрии, да. Потому что окружность — это очень интересная вещь. Окружность, на самом деле, нифига не окружность. Ее можно представить как вот такую вот бесконечную спиральку. И мы просто смотрим сверху на всю эту ситуацию, поэтому мы видим окружность. Поэтому в этой точке может быть 0, а может быть 2π, а может быть минус 2π. Потому что на спирали вот здесь находится 0, вот здесь находится 2π, а вот здесь находится минус 2π. И если посмотреть сверху, то эти значения, они друг под другом, да. И когда мы говорим про какой-то конкретный промежуток, то мы в нашей этой пружине вырезаем какую-то часть, вот какую-то часть мы оставляем, и мы пытаемся, соответственно, найти корни на вот этой вот нашей части. В данном случае у меня пружинка, она вообще вот такая вот. Вот такая вот, верно? Я неправильно нарисовал окружность. Нет, я правильно нарисовал окружность. Вот, поэтому как-то так у нас получается. Такая маленькая пружинка. А иногда бывают у нас, не знаю, там, например, какие-нибудь вот такие вот. Вот такая вот. Нет, я сейчас не в ту сторону нарисовал, или в ту. Прибавляем, прибавляем, да. Ну, короче, получается очень достаточно длинные витки, и там вообще без окружности ничего не получится сделать. Вот, с окружностью, возможно, тоже, потому что большие промежутки лучше неравенством отбирать. Но когда у вас будет в ответе 4 корня, да, там, и пин на 4 плюс пин, и пин на 6, и пин на 3, и какие-нибудь будут выкалываться значения в ОДЗ, то неравенством просто задолбаетесь это считать все огромное количество вычислений о покружности, можно это намного быстрее понять. Как-то так, переходим к следующему номеру. Сейчас в одну секунду превращусь в другое обличие, и вы будете досматривать это видео, когда я записывал его уже на следующий день. Друзья, ну, собственно, как в сборнике ОГЭ, так и в сборнике ЕГЭ, получается у нас то, что если есть первый вариант, то второй у нас такой же типовой. Если есть третий вариант, давайте проверим, то, скорее всего, четвертый такой же типовой. Да. Во втором варианте задача у нас очень сильно похожая. 2 косинус кубе х минус пи. Ладно, давайте запишем, так уж и бит решим. 2 косинуса в кубе пи минус х, и все это будет у меня равняться синус 3 пи деленное на 2 плюс х. Быстренько решаем. Косинус пи минус х. Вот наша окружность. Вот тут находится пи. Вычитаем угол, вторая, соответственно, четверть. Там у меня косинус отрицательный, поэтому будет минус 2 косинуса в кубе х. х синус 3 пи на 2 меняется на кофункцию, на косинус х. Насмотрим на оси, точнее, смотрим на синус точку 3 пи на 2, прибавляем х, попадаем в четвертую четверть. Косинус там, точнее, синус у нас там отрицательный. Переносим все в правую сторону. Получается у нас 2 косинуса в кубе х минус косинус х равно 0. Выносим косинус за стобочки. У меня будет 2 косинуса в квадрате минус 1. Или косинус минус 1 вторая. Косинус в квадрате минус 1 вторая. Опять-таки, когда у нас произведение равняется 0? Тогда, когда хотя бы один из множителей равен 0. Косинус х равно 0,1 корень. Косинус х равно плюс-минус корень из 1 второй. А мы убедились, что это корень из 2 разделить на 2. По прошлому примеру очень некрасиво написано. Давайте перешу заново. Это наше второе и одновременно с этим третье значение. Косинус х равно минус корень из 2 на 2. И косинус х равно просто корень из 2 на 2. Опять-таки, вот эти вот две задачи, два простейших трагментарических уравнения предлагаю объединить. Вот это мы вместе с вами решим отдельно. Как мы это будем делать? Опять-таки, по окружности. Я согласен то, что можно зазубрить и запомнить. Или в уме это решить. Тоже так можно сделать. Где косинус х у меня, например, равен 0. Ну и в принципе, когда корень из 2 на 2 и минус корень из 2 на 2. Но будет здорово, если вы на экзамене будете обосновывать, почему именно такие значения у вас... Именно такие х у вас получатся, да? Рисуем окружность. Ось косинусов у меня смотрит направо. Тут единица, тут нолик, тут минус единица. Косинус х равен 0. Проводим перпендикуляры, соответственно, на ось х. И получаем две такие точки. Верхнюю и нижнюю. Значит, как мы можем назвать наши корни? Пи деленное на 2 плюс пи n, где n у меня принадлежит множеству целых чисел. Ответ уже будет буковкой А. Первый пошел. Корень из 2 на 2 минус корень из 2 на 2. Нарисовали опять окружность. Косинус смотрит сюда. Единица 0 минус 1. Корень из 2 на 2 где-то вот здесь. Минус корень из 2 на 2 где-то вот здесь. Корень из 2 на 2 минус корень из 2 на 2. Отлично. Значит, получается одна точка, вторая точка, третья и четвертая. И по такой же логике, как в букве А, мы вместе с вами помним, что косинус равный... Косинус х равен корень из 2 на 2. Это табличное значение пи на 4. Пи на 4. Здесь тоже пи на 4. И здесь тоже пи на 4. Соответственно, мы все наши корни можем объединить одним уравнением. Точно таким же, как и в прошлой задаче. Пи деленное на 4 плюс пи деленное на 2n, где n у меня принадлежит множеству целых чисел. Не забывайте вот это подписывать. Это тоже важно. Кстати, отвечу на самый популярный вопрос, наверное, когда мы решаем тригонометрию. Меня спрашивают. Вань, так может быть написать разные буквы? В одном 2pn, в другом 2pn. Ребят, ради бога, пишите хоть разные, хоть одинаковые. Почему вообще возникла вся эта история с разными буквами? Я видел такую работу, в которой... Это, по-моему, не настоящий ЕГЭ был какой-то. Ну, короче, видел такую работу и видел такую задачу, в которой действительно у ученика была ошибка из-за того, что он писал одинаковые n-ки и одинаковые n-ки в других уравнениях. Я сейчас до конца, на самом деле, боюсь то, что не вспомню, какая была ситуация. Буква, если что, мы с вами решили. Но была такая ситуация, что... Короче, для одного уравнения надо было найти значение и вот эти вот переменные m, и для другого надо было найти переменные n. Да, но так как он написал и там, и там одинаково, я не помню, только система у него была, то ли что-то такое. Ну, то есть, как бы по смыслу значения пересекались из-за того, что он одинаковые буквы написал. И именно вон в той задаче постараюсь ее найти. Вот, для того, чтобы прикрепить к этому видосу, если не найдут, то сори. Вот, то, соответственно, по смыслу нужно было делать разные, он написал одинаковые. В этих ситуациях я не считаю, что тут и тут обязательно нужно писать разные буквы. Мне кажется, если написать одинаковые, никакой проблемы не будет. Иначе у половины России на экзамене ЕГЭ по профильной математике за идеально верную решенную эту задачу, но за одинаковые буквы поставят, там, не знаю, в половину баллов или вообще все обнулят. Да, такого я не видел, когда я сам сдавал ЕГЭ, я писал одинаковые буквы, и проблем в этом никакой не было. Если я в чем-то не прав, и меня смотрят, например, сейчас люди, которые в этом сильно шарят, и могут сказать то, что я ошибаюсь, потому что вот это, вот это, вот это, то, пожалуйста, напишите мне, например, в комментарии, обоснуйте свое решение. Если я действительно его, соответственно, ну, как бы приму, соглашусь вместе с ним, признаю свою ошибку, то я обязательно об этом скажу всем своим ребятам. Вот, но что касается вот таких вот уравнений, вот как мы сейчас вместе с вами решили, да, я бы спокойно на экзамене написал бы ответ пи на 4 плюс пи на 2 Н, и здесь бы написал пи на 2 плюс пи Н. И никаких проблем бы, я бы уверен, то, что не получил бы, сдав такую работу. Если же вам раз просто так в тысячу раз спокойнее, да ради бога, это просто разговоров больше, напишите на экзамене не Н, а М, К напишите, не знаю, только не пишите Иксы, а то я видел такую работу, Икс равна пи на 4 плюс пи на 2 Икс, Икс принадлежит З. А почему так получилось у ученика? Да, потому что у него было вот таких вот ответов штуки 4, он и Н написал, и М написал, и К, и у него фантазии не хватило, чтобы придумать какой-то, не знаю, там греческий символ. И он написал Икс, и сам себя, соответственно, этим перекрыл. Так вот, продолжаем решать. Буковка Б, нам нужно найти корни на промежутке вот 9 пи на 2 до 11 пи на 2, поэтому рисуем опять окружность единичную. Это буковка Б, если что. Буковка Б. Вот это буковка А. Мы решили и получили вот такие вот ответы. 9 пи на 2. Давайте писать промежуток не буду, сразу посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5. Ерунду сказал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 пи на 2, 10 пи на 2, 11 пи на 2, 11 пи на 2, 11 пи на 2. Вот такой промежуток. Давайте рэперные значения, ну мы так называем вот эти вот крестовины, обозначим 10 пи на 2 здесь, то есть это получается 5 пи у нас. И какие у нас были корни? Пи на 2 плюс пи н, верхняя точка самая и обязательно нижняя точка. Пи на 4, это вот эта точка и вот эта точка. И соответственно вот тут вот. То есть у нас вместе с вами, если мы проведем вот такие вот радиусы из наших точек, получится одна точка цифрка 1. Давайте не буду их закрашивать сильно. Вторая точка, третья точка и четвертая точка. Значит у нас в ответе под буквой B будут 4 корни. Ну например x первая мы можем сразу записать. И x четвертая это получается 9 пи на 2. 9 пи на 2. Четвертая это у нас 11 пи на 2. Другой край промежутка. А вот x второе и x третье мы сейчас вместе с вами посчитаем. Как посчитаем? Мы знаем, что вот это вот расстояние равно пи на 4. В букве B это нужно обязательно показать, чтобы проверяющий понял, как вы именно получаете вот эти вот точки. И мы что делаем? 5 пи, когда мы идем в эту сторону, мы вместе с вами вычитаем. Когда мы идем в эту сторону, мы прибавляем. То есть мы идем вот в эту сторону. То есть 5 пи минус пи на 4. Давайте мы где-нибудь сбоку это посчитаем. 5 пи минус пи на 4. Приводим к общему знаменателю. Домножаем на 4. И получается 20 пи минус пи делим на 4. То есть это будет 19 пи деленное на 4. 19 пи деленное на 4. x третье мы к 5 пи прибавляем пи на 4. Ребят, ну уже не буду писать то же самое. У нас будет 20 пи плюс пи на 4. Это у нас будет 21 пи деленное на 4. Вот у нас получается наши 4 корня. Это правильный ответ под буковкой B. Вот эти вот вещи я бы, наверное, на вашем месте на экзамене написал. Я бы обозначил то, что это первый корень, второй корень, третий корень, четвертый корень. И, наверное, подписал бы, что там, например, x какой-то у нас был, второе равно. И вы обоснуете таким образом и заодно сами посчитаете, чему равняется ваше выражение. Когда у меня была такая сдача на экзамене, я даже вот эти вот крестовины, которые, кстати, у меня тоже, по-моему, совпадали с промежутками, так и написал то, что корень там x такое и x такое совпало с краями промежутка, поэтому x первое равно одна точка, x второе равно такое. Я просто очень сильно переживал, потому что нас в школе особо не учили правильно оформлять задачи. И я переживал, что, возможно, я где-нибудь не до конца обосную своё решение, и мне снимут баллы не за решение, да, а за оформление вот именно правильное всех этих задач. Но, слава богу, таких проблем у меня ни с какими номерами не было. Вот, давайте вместе с вами посмотрим на следующую задачу. Это у нас уже будет третий вариант. Первый, второй мы с вами разобрали. Я глазком на прошлой задаче подсмотрел одним. Третий вариант, номер двенадцатый, это у нас задача, которая на самом деле показательная функция. Однородное равнение второй степени, да, у нас получается. Сейчас будем разбираться. 3 умножить на 9 в степени x плюс 1 минус 5 умножить на 6 в степени x плюс 1 плюс 4 в степени x плюс 1,5 равно 0. Прикольная задача. Вообще, обычно однородное уравнение второй степени, да и первой степени попадаются чисто в тригонометрических уравнениях, но в данном случае, как мы видим, тоже попалось. Что мы делаем здесь первым делом, ребят? О, кстати, прикольная степень 1,5. Таких задач я особо не встречал. Обычно целые значения просто появляются. Короче, давайте все приведем, чтобы везде было у нас наверху показатель x. Это будет 3 умножить на 9 в степени x умножить на 9 в первой. Минус 5 умножить на 6 в степени x умножить на 6 в первой. Далее, плюс 4 в степени x умножить на 4 в степени 1,5. 1,5 это 3 вторых. Это то же самое, что корень второй степени от 4 в третьей. Вот такая вот интересная ситуация. Все это равно нулю. 3 умножить на 9, это будет у меня 27 умножить на 9 в степени x. Давайте я сразу напишу, как 3 в степени x на 3 в степени x, чтобы показать однородность. Минус 5 на 6 это будет 30. Шестерка это 2 умножить на 3 в степени x в степени x. Плюс 4 в степени x это 2 в степени x умножить на 2 в степени x. И давайте вот это выражение мы подробно где-нибудь разберем, чтобы вам было точно все понятно. Арифметический квадратный корень от 4 умножить на 4. Давайте напишем, как будто это 4 в квадрате. Ну и третья четверка вот она. А ее мы распишем, как 2 умножить на 2. И получается мы четверку можем вынести, это будет 4 корня из 2 в квадрате. Двойку можем вынести, это просто будет 8. То есть 2 в степени x на 2 в степени x просто на 8 равно нулю. Ну и в принципе 4 в кубе это 64. Квадратный корень арифметический из 64. Это будет у нас 8. Когда мы видим с вами вот такую ситуацию, что здесь у вас показательная функция находится 2 раза перемноженная сама на себя. Здесь тоже показательная какая-то функция, только уже с другим основанием, но с таким же обязательно показателем, тоже само на себя перемножается. А по серединке оно первое и второе. То есть это можно сказать чем-то похоже на формулу а в квадрате плюс 2аб плюс b в квадрате, только с другими коэффициентами. Это у нас называется однородное уравнение второй степени, которое решается с помощью деления на одну из переменных в наивысшей степени. В данном случае уравнение второй степени, как это понять? Потому что у нас 3 в степени x умножить на 3 в степени x, то есть у меня как бы степень квадрат, вторая. Если у вас было бы уравнение 3 в степени x с каким-то коэффициентом, там, минус 2 в степени x с каким-то коэффициентом, то есть один раз повторяется, это было бы у нас уравнение первой, соответственно, степени однородное. Третья степень это, соответственно, ну распишите, пожалуйста, формулу а плюс b, например, в кубе. Надеюсь, вам там видно наверху, да, написал а плюс b в кубе. И посмотрите на степени и переменные, которые у вас получаются. Коэффициенты не столь важны, потому что они могут быть любые, да, вот именно на, ну не степени, на показатели и на переменные, которые у вас там будут получаться. Вот. Именно поэтому это вторая степень. Надеюсь, понятно вам объяснил. Смотрите, что мы делаем. Делим на одну из переменных в наивысшей степени. В данном случае у меня уравнение. В принципе, никаких проблем не грозит. Но если бы мы вместе с вами решали не равенство, а такое может спокойно попасться, например, в 14 номере, то если мы все будем делить, например, на 3 в степени х в квадрате, то тогда у меня в конечном итоге вот это сократится, это сократится. Здесь и здесь у меня появится 2 третьих в степени х. А это у меня меньше единицы. И для меня это некоторая, соответственно, ситуация, в которой нужно как-то, ну не то чтобы нестандартно действовать, в которой нужно не забыть про убывающую функцию. Если мы все будем делить на 2 в степени х, то у меня это сократится, сократится, это сократится. И вот здесь вот, и вот здесь у меня тогда получится 3 вторых в степени х. Это полтора в степени х, 1,5. А это уже больше единицы. И, соответственно, у меня функция возрастающая. Вот. Если вы не понимаете, к чему я клоню, это не относится к уравнению, сейчас относится к неравенству, то напишите мне что-нибудь в комменты, чтобы я понял то, что вы в этом не шарите, чтобы я тоже записал видео на эту тему. Потому что это важный момент, из-за которого многие ребята по своей глупости теряют баллы. Так вот, что мы пишем на экзамене? Мы пишем однородное уравнение второй степени решаем с помощью деления на 2 в степени х в квадрате, которое у нас не равно нулю. Надеюсь, мне не нужно объяснять, почему 2 в степени х в квадрате не равняется нулю. Но, если что, опять-таки, пишите. Всегда помогу, в комментариях отвечу. Следующий важный момент. То есть мы это делим, да? То есть вот это у меня все выражение будет делиться. Давайте напишем по порядку 2 в степени х, 2 в степени х. Вот это делится на 2 в степени х, 2 в степени х. И вот это делится на 2 в степени х, 2 в степени х. Это с этим, и с этим, и с этим сокращаются. Это тоже сокращается. И давайте вот эти вот вещи. На это обратите внимание, и на вот это. 3 вторых, то есть будет 27 умножить на 3 вторых в степени х. Так еще что самое интересное? Второй раз то же самое. То есть 3 вторых в степени 2х. Давайте напишем так. Минус тридцатка умножить на 3 вторых в степени тоже х. А в данном случае у меня будет просто плюс 8. Отлично. Далее мы вместе с вами замечаем то, что у меня везде получаются одинаковые переменные. То есть это обычное квадратное уравнение, только не с переменной x, а с переменной 3 вторых в степени x. Поэтому мы говорим о том, что мы делаем замену на игрека. Можно сказать, что игрек у нас четкий парень. Он у нас будет больше нуля, будет позитивным, не будет негативным, не будет равным нулю. Потому что показательная функция, значит, получается 27y в квадрате. То есть вот это вот надо написать замена и вот сюда вот добавить обязательно. 27y в квадрате минус 30y плюс 8. Все это выражение у меня равняется нулю. Дискриминант. Мне кажется, здесь самое простое, что только можно сделать. Виета не хочется, перекидки, перестановки. Все по-разному называют. Тоже смотрите сами, я предлагаю дискриминант. 30 в квадрате 900 минус 4ac. 4 умножить на 27 умножить на 8. Смотрите, что я хочу сделать. Не хочу это все считать в столбик. 900 это у меня 9 умноженное на 100. 27 это у меня 9 умноженное на 3. И еще умножаем на 4, еще умножаем на 8. Получается 3 умножить на 4, это будет 12. 12 умножить на 8, это будет у меня 96. То есть 9 умножить на 96. Выносим 9 за скобку, как будто. И у меня остается 100 минус 96, то есть 9 умножаем на 4. 9 умножить на 4, это то же самое, что и 3 умножить на 2. То есть 6, возведенное в квадрат. Вот и мы без калькулятора посчитали такой дискриминант. Давайте мы сотрем все наверху и посмотрим, что у нас в конечном итоге получается. Это мы решаем уравнение относительно нашего игрека. Вот, потому что у нас игрь равен 3 вторых в степени х. Так вот, у первая запятая вторая равняется минус b, то есть 30, плюс минус 6, деленное на 2, то есть на 27 умноженное на 2. Давайте посчитаем, у первая равно 36. Ну, ребят, я не знаю почему, очень люблю раскладывать на простые множители, испытываю статическое удовольствие, когда у меня сокращается много всяких разных вещей. 36 это 2 умножить на 18, 2 умножить на 27. Ушло. 18 3 умножить на 6, 27 это 3 умножить на 9, да, надо было больше брать. Ну, ерунду уже говорю, 2 третьих остается у нас. Вот, 2 третьих, значит мы так и оставляем 2 третьих. 2 третьих. Это игр первый. Игр второй, как правители, да, звучат. Получается 24, это 2 умножить на 12, делим на 2 умножить на 27, и здесь как раз-таки 3 умножить на 4, 3 умножить на 9. Остается 4 девятых. Отлично. Это у нас было обычное уравнение, поэтому нам достаточно найти только значение, когда у равен нулю. Мы нашли эти точки, да, нули нашей функции относительно у. Это 2 третьих и 4 третьих. Дальше мы должны вместе с вами написать такую фразу, как обратная замена. Обратная замена. Обратная замена. И опять-таки сказать то, что наш Игорёк на самом деле это 3 вторых в степени х. Дальше мы пишем то, что у первый у меня равен 2 третьих, значит 3 вторых в степени х равняется у меня 2 третьих. Решаем пока что это уравнение. Что такое 3 вторых? Это 2 третьих. Ну, давайте, наверное, лучше вот это вот заменим. Оставим 3 вторых в покое в степени х. А вот 2 третьих представим как 3 вторых в минус первой степени. Ведь отрицательная степень это просто у меня меняется местами, грубо говоря, числитель-знаменатель. Значит будет х равняться минус 1. Вот. А выражение второе у нас 4 третьих. Поэтому мы должны написать, что Игорь, это у нас был 3 вторых в степени х, равно 4 третьих. 4 третьих у меня это что такое? 4 третьих, ой, 4 девятых. Девятых, да? Девятых. 4 девятых это 2 третьих в квадрате. 2 третьих в квадрате. Но нам нужно, чтобы было одинаковое основание, чтобы было основание 3 вторых. То есть это получается 3 вторых в минус второй степени. 3 вторых в минус второй степени. Значит х у меня будет равняться второй корень минус 2. Вот и все. У нас никаких ограничений, никаких проблем не было. Поэтому правильных два ответа в этой задаче. Это х равный минус 1, х равный минус 2. К сожалению, у меня не хватило всей этой доски для того, чтобы аккуратненько записать полностью пункты. Но я надеюсь, что вам так все понятно. Друзья, но на всякий случай, если будут возникать вопросы, пожалуйста, обращайтесь мне в комментариях. Я с удовольствием помогу. Причем это не просто, знаете, слова. Да, возможно, вы еще слушаете такие, типа, да ладно, пофиг. Реально напишите. Я с удовольствием вам помогу. Или просто напишите, как у вас дела. Я тоже отвечу. Из варианта 4 у нас уравнение получается очень похоже на то, что было у нас изначально. Это тоже однородное уравнение второй степени. Поэтому я предлагаю, чтобы вариант 4 был по традиции вашим домашним заданием. У нас здесь получается пятерка. И получается у нас здесь двойка. Поэтому, пожалуйста, решите, как однородное уравнение второй степени. Точь в точь. А, мы не сделали букву B, ребят, с вами? Не-не-не, стойте, стойте, стойте. Я еще заметил, что в четвертом варианте есть буква B. А в предыдущем варианте буква B у нас тоже есть. Нам нужно идти все корни, принадлежащие отрезку. Да, вот это как раз-таки и есть самый сок, который надо обсудить. Потому что у нас тут просто получаются числа. А там у нас получаются значения в радианах. Да, вот буква B, простите меня, чуть не забыл. Это очень важный момент. Но все равно, из варианта 4 номер будет вашим домашним. Поэтому уже готовьтесь его решать. Давайте разбираться. У меня под буковкой B, то есть это ответы буква A. Это ответы буква A. Под буковкой B у меня получается промежуток от минус P, деленное на 2, точка с запятой до P делить на 2. Отлично. Ну, я предлагаю не рассматривать это там на окружности как-то, да. Как мы можем это сделать? Мы можем с вами просто сравнить неравенство. Меньше либо равно, чем минус единица, меньше либо равно, чем P, деленное на 2. То есть мы проверяем сейчас пока что первый наш корень. Домножим все на 2, получится минус P меньше либо равно минус 2, меньше либо равно P. И вот теперь давайте думать. Если P, это у меня 3,14, если честно, я сомневаюсь в том, что в ЕГЭ нужно доказывать, что P у нас это значение, которое больше 3. Да, поэтому можно, наверное, как факт принять, так как P, так как P, не знаю, написать, наверное, так надо, так как P больше, чем 3, следовательно, не знаю, там, утверждение верно, следовательно, x равно минус 2, ой, почему минус 2, вот, а сейчас бы ошиблись, минус 1 изначально, это мы уже привели, минус 1-корень, корень, все. Все, это пойдет в ответ под буковкой B, x, равное минус 1. Давайте прямо на этом же месте, чтобы ничего не стирать лишнего, мы вот так вот сделаем и проверим наше второе значение, минус 2. Домножаем на 2, получается минус 4. Если вот это вот утверждение верное, так как P положительное, да, P не может быть отрицательным, P положительное, минус 4 меньше положительного, даже если мы не знаем, чем он, конечно. А вот если мы посмотрим на вот этот промежуток, то мы точно так же можем написать, так как, не знаю, тогда минус P у меня будет в данном случае меньше, чем минус 3, нет, плохой пример, плохой пример, потому что меньше, чем минус 3, но это не ограничение минус 4, да. Можно, знаете, как написать, так как P меньше, чем 3,5, следовательно, минус P у меня будет больше, чем минус 3,5, да. Следовательно, вот это вот выражение, x равное минус 2, не корень, все, то есть можно вот так вот написать. То есть мы как бы рассмотрели наше выражение самое первое, наш корень самый первый в той же самой системе, что и буковка P. Мы не утверждаем, что P равно точно 3,14, мы просто говорим, так как P у нас, например, там меньше, чем, точнее больше, чем 3, сейчас бы ерунду сказал, больше, чем 3, следовательно, вот у нас предыдущее было написано как? У нас было написано минус 2, меньше, точнее 2, меньше либо равно P, ну так как P это больше 3, а число уже 3 больше 2, тогда больше большего, понятно, что будет утверждение выполняться верное. И вот по факту мы то же самое сделали, только посмотрели на ситуацию с другой стороны с отрицательным значением. Поэтому в ответе под буквой B минус 1 войдет, а минус 2 уже нет. Разобрались, хотел сказать по поводу четвертого варианта, точно так же и А и Б решите, у нас есть телеграм-чатик, ссылка на него находится в описании, ничего вам не рекламирую, а просто призываю решить задачу из варианта четвертого и абсолютно бесплатно отправить туда на проверку. Либо я, либо мои наставники из команды увидят вашу работу, ее можно написать в чатик, да, там у нас есть чат. Пока у нас он такой хаосный, то есть нет какого-то единого места приема каких-то ваших там, не знаю, работ, не работ. Но можете туда просто в чатик скинуть и сказать привет. Это вот я посмотрел видео, в котором Ваня разбирал 5 номеров в 12-х, ну или не 5. И это домашняя работа, поэтому вариант четвертый, это домашняя работа, пожалуйста, выполните. В первую очередь это нужно вам, а не мне, поэтому подойдите к этому ответственно. И, наконец, следующая задача, вариант номер 5, заключительный. У нас выражение синус двух иксов плюс косинус двух иксов равняется одному. Классно, прикольно, да? Все, все, больше ничего нет. И буква Б, промежуток корней нужно нам это брать. Что мы здесь видим, да? Мы видим тригонометрическую функцию одну, тригонометрическую функцию вторую. Если мы раскроем, здесь получится произведение функций. Наверное, надо все свести к одному углу. Итак, вот давайте представим ситуацию. Вы на экзамене, вы не знаете, как это решить. Вообще, как бы мои ученики знают такое правило, что вот есть, знаете, вот ребята, которые гуманитарии. И они сходу не понимают, что надо делать. И вот для них как раз-таки я составил такой некий алгоритм на наших полноценных занятиях, я о нем рассказываю. В котором я говорю, вот делай одно, да? Получилось, дальше решай. Не получилось, делай второе. Получилось, дальше решай, как учили. Не получилось, делай тогда третье. И вот самое первое, о чем я им говорю, это, ребят, если у вас получаются двойные углы, тройные углы, еще какие-то углы, приведите все к одному аргументу. У нас есть правило, мы не можем сравнивать дроби, пока у них разные знаменатели. Мы приведем к одному знаменателю, тогда и складываем, вычитаем, смотрим, что больше другого. То же самое и здесь. Но к одному имеется в виду к одинаковому, да, не к единице. Но в данном случае и есть некое, соответственно, решение, как это можно сделать. Но самое первое, что мне пришло, ну, как только я записал пример, это постараться все привести к аргументу x, и дальше увидите сами, что у нас будет получаться. Давайте это сделаем. 2 sin x cos x плюс, давайте косинус распишем по-обычному, cos в квадрате x минус sin в квадрате x. Единицу распишем как sin в квадрате x плюс cos в квадрате x. Если мы переносим, у нас косинус уходит. Давайте мы все перенесем полностью в правую сторону. У нас получается 2 sin в квадрате x минус 2 sin x умножить на cos x равно 0. На двойку мы здесь можем просто спокойно разделить. Она мне погода никакой здесь не сыграет. И вынести можем sin за скобочку. Давайте это сделаем. sin x вынесли. У меня остается sin x минус cos x, и все это равняется 0. Произведение равно 0 когда? Когда хотя бы один из множителей равен 0. sin x равно 0, одна функция, точнее одно уравнение. Простейшее тригонометрическое sin x минус cos x равно 0. Второе простейшее уравнение. Вот это вот. Ну давайте сразу дорешаем его. Нарисуем окружность. Синусы у меня летят наверх. Всюду магия и свет. Ты что тут одна? Привет. Пойдем на парад планет. sin x равно 0. Вот это значение. Проводим перпендикуляр к оси синусов. Получается левая точка, правая точка. Значит, x будет равняться у меня просто pn, где n принадлежит z. Замечательно. sin x минус cos x равно 0. Можно долго думать, как это делать. Вот, можно, типа, там, я видел такие способы решения, если не через однородность, то через формулу, соответственно, какую. Но обычно такое решают, когда... А, кстати, возможно, и здесь можно было так сделать изначально. Применив формулу, там, типа, синус суммы, косинус суммы или разности. Можно, типа, взять и домножить или разделить все выражения на корень из двух, для того, чтобы здесь получилось вот что-то. Например, какое значение? Сейчас вам скажу. Ну, например, если мы делим на корень из двух, то это будет единица на корень из двух. Это то же самое, что корень из двух на два. А корень из двух на два, это, например, у меня синус π на 4. И так как мы везде делим на корень из двух, то мы и здесь делим на корень из двух, значит, здесь у меня появляется тоже корень из двух на два. Потому что единица на корень из двух, это то же самое, что и корень из двух на два, если избавиться от иррациональности. Так вот, и типа, получается, там, синус π на 4 синус х минус косинус π на 4 косинус х. Или разворачивайте по формуле, там, не знаю, синус разность, косинус синус. Короче, как уже тут на вкус и цвет вы хотите сделать? Можно так? И вы получите в конечном итоге формулу либо синус суммы, либо косинус суммы разности, там, в зависимости от ситуации, на что вы будете домножать и что вы хотите получить. И дальше просто как простейшее уравнение можно решить. Можно так. Можно вторым способом. Это способ точно такой же, как мы с вами решали прошлую задачу, только прошлой задачей была про показательную функцию. Здесь у нас тригонометрия. Это однородное уравнение первой степени. Я уже записывать не буду, да, но мы также на экзамене сделаем. Однородное уравнение первой степени решается с помощью деления на одну из функций в наивысшей степени. И вот тут вот смотрите один очень важный момент. На синус вы делить не можете. Ну, как бы, потому что синус х равен нулю, мы нашли это решение нашего уравнения. Значит, давайте разделим на косинус, да. Это неправильная сейчас моя мысль. Типа, это не то, значит делим на то. Когда вы выбираете, на какую функцию вам надо разделить, в отличие от показательного уравнения или неравенства, да, вы не боитесь на что делить. Почему? Потому что показательная функция никогда у вас не может равняться нулю. У вас выражение, например, там 3 в степени х всегда будет больше нуля при любом х. А вот когда мы решаем тригонометрическое уравнение, у нас появляется такая опасность. И если вы выбираете какую-то функцию, то вы должны обязательно проверить, а что будет, если она ноль. А вот если она ноль, то тогда, например, нельзя это делать, да. Если она не ноль, тогда делим спокойно, без всяких проблем. Вот в данном случае мы должны делить на косинус х. Надеюсь, вы поняли, почему это нужно делать. Делим на косинус х. Ну, это вот после всей этой записи, да, нельзя сразу это делать, надо обязательно это пояснить. И мы вместе с вами, уже написал равно ноль, получаем вот такое уравнение. Синус, деленное на косинус, это на самом деле у меня тангенс х. Здесь у меня стоит знак минуса. Минус единица равно нулю. Давайте мы перекинем единицу в правую сторону и получим уравнение тангенс х, равное 1. Это простейшее тригонометрическое уравнение, которое мы вместе с вами легко сможем решить с помощью тригонометрической окружности, да, либо с помощью умственных представлений этой всей ситуации. Почему я рисую окружности? Ну, чтобы у вас точно в голове это отложилось, да. Мне легче сразу написать ответ. Но я все равно делаю вот так. Тем более надо повторить, где проходит у нас ось тангенсов. Она у меня проходит здесь. Здесь нолик, здесь единица, здесь минус единица. Тангенс равен одному. Вот это значение. Если мы, например, когда решали синус, косинус, проводили линии перпендикулярные нашим осям, то в данном случае мы проводим через центр. Ну, почти попал. То есть получается вот такая точка и вот такая точка. Единица — это табличное значение, поэтому мы вместе с вами знаем то, что это отклонение равно π на 4. И теперь смотрите, какая интересная ситуация. Это же углы у меня вертикальные. Ну и логично, что это отклонение тоже π делит на 4. Значит, вот он наш первый корень, вот он наш второй на окружности. Наша задача его как-то назвать. Давайте его назовем π деленное на 4 плюс πn, где n принадлежит z. Если вы плохо помните, почему именно πn период обращения, напишите отдельно первый корень. Это будет π на 4 плюс 2πn. И напишите отдельно этот корень. Это будет, например, π плюс π на 4, то есть 5π на 4 тоже плюс 2πn. 2πn — это, ребята, вот то, что мы прибавляем, это называется период обращения. Что такое период обращения? Это то, через сколько у меня что-то повторяется. Есть такой термин физики, называется период обращения. Наш преподаватель по физике, сейчас тут оставлю подсказку его каналу. Подпишитесь обязательно, он тоже снимает ролики для ОГЭ и ЕГЭ по только физике. Он, соответственно, недавно записывал видео, в котором очень интерактивно объяснял и кое-что сделал с моим телефоном, вот, на который я прямо сейчас снимаю. И он там рассказывал, что такое период обращения. Он просто взял мой телефон, и вот так вот на проводе он висел. И кое-что с ним случилось. В смысле с телефоном, не с Эмелем. С Эмелем мы поговорили, всё нормально. Вот, так что вот наши два корня. Первый и второй. А теперь давайте мы возьмём и разберём буквку Б. Быстренько, и будем заканчивать наше видео, потому что мы с вами, ну, почти уже большие молодцы, в том плане, что мы разобрали много интересных вещей. Короче, что у нас получается? У нас получается, что промежуток от минус 7П на 2 до минус 2П. Давайте опять нарисуем такую тригонометрическую окружность, большую. И мы... На экзамене можно пояснить, написать там буква Б. Отберу корни с помощью единичной окружности, например. Минус 7П на 2. Ноль. Минус 1П на 2. Минус 2. Минус 3. Минус 4. Минус 5. Минус 6. Минус 7. Вот мы с вами прошлись по окружности и нашли наше это значение, если вдруг так сразу туго понимается. Мы с вами идём от меньшего к большему, да, в промежутке. То есть мы прибавляем, значит мы идём с вами против часовой стрелки. Минус 6П на 2 это минус 3П. Минус 5П на 2 так и записываем. И у нас остаётся, а прям уже так скажем, минус 2П. Значит вот досюда. То есть вот вот наш ход окружности, вот наша душка. Вообще по-хорошему вы должны понимать, что окружность это бесконечная спираль на самом деле. Вот, просто мы смотрим на неё сверху, да. Так-то это вот такая бесконечная спираль. И когда мы с вами говорим про какой-то конкретный промежуток, это означает то, что мы рассматриваем нашу задачу на каком-то конкретном промежутке. Да, давайте постараюсь вам пояснить, как это происходит. Мы берём и вот отсюда, вот, то есть из всей спирали мы рассматриваем только вот эту вот часть. Вот, то есть вот только вот эту вот часть. И поэтому у нас была большая длинная спираль, а мы берём, вырезаем кусок в этой пружине, и вот на этой пружине конкретно ищем корни. Именно поэтому я вижу очень часто тоже проблему тех ребят, которые только начинают изучать, там, не знаю, тригонометрического уравнения из ЕГЭ, или в принципе тригонометрию в 10 классе, возникает вопрос. А вот если мой корень, давайте предположим, вот этот вот, да, ПИНА4 плюс ПН, это у меня вот эти два значения. Вот у меня кое, он попал в промежуток. Почему эта точка не равна ПИНА4? Да потому что, ребят, на бесконечной спирали ваше ПИНА4 находится где-нибудь, ну не ПИНА4, безусловно, а ПИНА4 где-нибудь вот здесь. А у вас вырезается какой-то кусок спирали ниже там или выше, не обязательно должно это попасть. Вот, может и попасть, это от вас зависит, как вы ответы запишите под буквой А. Но просто, пожалуйста, будьте внимательны и понимайте процесс, что от вас просят делать в этой задаче. Получается, вот раз точка, вот вторая точка, мы вот это написали, и ПИН, это вот эта точка, и вот эта вот точка. Но опять-таки, что мы делаем? Проводим радиусы, и у нас получается первая точка пересечения, вторая точка пересечения, и третья точка пересечения. Первая и третья у меня уже совпали. Первая это минус 3Пи, третья у нас минус 2Пи. Осталось найти х2. Как найти х2? Мы идем вместе с вами вот в эту сторону. То есть, что мы вместе с вами делаем? Прибавляем. Соответственно, минус 3Пи плюс вот это вот отклонение. Отклонение равно минус ПИНа4. Вот давайте посчитаем. минус 3Пи плюс Пи, деленное на 4. Это будет минус 12Пи четвертых плюс Пи на 4. Это равно минус 11Пи делить на 4. Минус 11Пи забить на 4. Мы с вами большие молодцы, потому что мы наконец разобрали все эти пять вариантов. Ну что, ребят, настало время для заключительных нескольких слов. Хочу вам выразить слова поддержки, потому что до экзамена мне остается все меньше и меньше времени. Я не хочу нагнетать своими этими словами, да, если бы я записал видео и сказал бы просто «Ребята, до экзамена мало времени, записывайтесь на курсы». Ну как бы это было реально какое-то вот угнетение вас и нагнетение какой-то вот, какого-то негатива. Поэтому я и решил для вас записать разбор этих задач, чтобы вы себе чувствовали чуточку увереннее уже на экзамене, чтобы вы знали, что потенциально может попасться, да, потому что, как нам обещают создатели всех этих задач, что-то похожее будет на экзамене. Мы будем на это надеяться. Я думаю, то, что в этом году на самом деле ЕГЭ не самое простое, потому что у нас очень сильно изменилась первая часть профильной математики и самые фармовые задачи, назову их так, просто убрали. Кроме того, на одну задачу в первой части стало меньше. Как следствие, за нее теперь можно получить меньше баллов. Мы на самом деле не знаем настоящую таблицу разболовки, поэтому прогнозировать свой результат мы не сможем. И я думаю, что... Ну не то, что я думаю, я, наверное, уже уверен на 100%, что до экзаменов никто эту разболовку нам не покажет из ФИПИ. Поэтому для вас, точнее для нас, как для преподавателей, некий прогноз остается прогнозом, да, а не каким-то фактом. То есть вы напишите экзамен только потом мы уже по горячим следам сможем составить таблицу. Что за таблица? Я имею в виду вот разболовка от первичных баллов во вторичные баллы. Она потому что в этом году другая. Но для нас это все равно не повод опускать руки, потому что все одиннадцатиклассники в равных условиях, вы все пишите экзамен, и вы все не знаете потенциально, что там попадется. Но у каждого из вас есть возможность подготовиться. Я никогда не видел такого, чтобы человек выучил, как бы скажу, тему тригонометрия, пришел на экзамен и не решил этот номер на ЕГЭ. Но не бывает такого. Почему? Потому что, ну, здесь вот что-то такое попадется. Да, кому-то сложнее, кому-то легче. Объективно, сложнее и легче, это зависит не от, ну, нет такого стандарта, что-то сложно, что-то легко. Это в зависимости от ваших знаний, да, например, если вы не, соответственно, если вам дать программу даже того же первого курса университета, для вас это будет сложно. Почему? Потому что вы с этим не знакомы. Если вы будете на четвертом курсе университета и вам дать программу 11 класса ЕГЭ, вы скажете, это легко, потому что уровень ваших знаний вырос. Соответственно, можно сделать некий вывод, что вот это вот понятие сложность и легкость, это зависит от ваших знаний. На этом канале я буду делать все возможное, что передать вам эти знания, начиная как с самых от простых задач номера 12, заканчиваясь самыми сложными последними задачами из второй части ЕГЭ по профильной математике. Поэтому на этом канале ждите вот такие вот разборы. Повторяю то, что у нас есть телеграм-канал, куда вы можете скидывать свои вопросы, идеи для роликов. И я обязательно буду стараться отвечать каждому из вас и помимо ответа еще помогать каждому из вас. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этой возможностью. Моя цель сделать так, чтобы каждый из вас достиг своего высокого результата, который вы сами себе поставили. Еще раз выражаю тебе слова поддержки, самое главное терпение и сил в этом непростом пути, который ты прямо сейчас стараешься пройти достойно, стараешься готовиться к экзаменам. Я очень надеюсь, то, что все, что ты хочешь, обязательно сбудется только при одном условии, что это не с неба упадет, а если ты будешь работать. Поэтому давай работать вместе, давай достигать вместе крутого результата. Еще раз повторюсь, выражаю все слова поддержки. Потому что сам учился в 11 классе и знаю, как это непросто, когда тебя ни в школе, скорее всего, не поддерживают, ни в семье не поддерживают, когда у тебя, не знаю, там, окружение не готовится к экзаменам. Я это очень все хорошо понимаю, потому что сам был таким. И лично для меня бы, если бы я был в 11 классе, такой канал, как наш по математике, по физике, был бы большой находкой. Поэтому я со всей душой, открытым сердцем обращаюсь ко всем вам. Ребята, всем вам сил и обязательно все будет хорошо. Совсем уже скоро это все закончится и будут уже новые какие-то цели, новые результаты. Всем пока-пока, до встречи в следующих видео. Большое спасибо за просмотр.